ВАЗ-21213, а проще говоря, вседорожник Нива, готов замахнуться и на внедорожную проходимость. Установлены перед гонкой специальные грязевые шины, усиленная трансмиссия, лебедка. Экипаж Дениса Олдырева и Александра Ерыжинского готов преодолевать Донское бездорожье. В первую очередь это вести пилота по маршруту, по карте, ну а во-вторых это работать с лебедкой, с домкратами, хайджеками. В общем, пилот это лентяй, который с машины не выходит. 30 секунд! Всего 14 экипажей и каждый участвовал в областном трофи-рейде как минимум 4 раза. Команды делятся на 5 категорий по технической подготовке. В большинстве российских, хотя, встречаются и импортные машины. Там и лошадей больше, и двигатель улучшить можно согласно правилам РАФ. Но пилоты защищают отечественный автопром. Потому что она легкая, Нива, по крайней мере, точно. Она легкая и короткая. Поэтому она может проезжать в таких местах, где не может проехать какая-нибудь длинная, другая. 15 минут и железные кони скачут по трассе близ Старочеркасской поймы. Здесь сама природа после паводков подготовила болота и броды до полутора метров в глубину. Гонка поделена на два спецучастка. Первый – 100-километровый, динамичный. Второй – на 70 километров короче, но сложнее по проходимости. Участники получают координаты контрольных точек. Найдя на местности контрольную точку, как правило, это табличка с номером. Им надо подогнать свой автомобиль так, чтобы можно было одной рукой дотянуться до таблички, а второй рукой до автомобиля и сфотографироваться. Нива ни грязи, ни ям не боится. На прохождении первого коридора дают полчаса. В основном эту трассу преодолевают без проблем. Однако экипаж Дениса Олдырева и Александра Ержинского все-таки застрял. Домкрат, лебедка и вседорожник поехал дальше. Проход сложного коридора в 30 километров – это минус 8 часов в личный зачет экипажа. Рискнуло всего 5 автомобилей. Прошли броды и болота 4. Один автомобиль УАЗ стоит, неизвестно что с ним. Может быть просто мелкая поломка, может быть что-то крупное, может быть даже сход. Я ожидал, что больше пойдут людей на спецучасток. Все-таки 8 часов – это хороший бонус и подарок к общему времени. За два дня участники провели в пути около 20 часов. Теперь победители областного трофи-рейда поедут на Кубок России.